Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Всем привет! Ваш сегодняшний ведущий Сергей Корзун, а на месте гостя с своим особым мнением у нас Эдуард Лимонов. Добрый вечер, Эдуард. Добрый вечер. Давайте начнем с того, что сейчас происходит. Леонид Разважаев, вы его к своим коллегам по революционной борьбе можете причислить или нет? Ну, он левый. Приблизительно одной семьи, скажем так. Приблизительно одной. А что вы думаете вообще по этому делу? Там стойкость революционная, сегодняшняя эта новость о том, что следователи отказались возбуждать дело о пытках Разважаева, да еще с формулировкой там в обосновании, что типа вроде как не доказал он, что эти пытки были. То есть человек, которого, соответственно, взяли или явился с повинной, да, там история покажет, он еще и должен доказать, что пытки эти были. Но вообще про всю эту историю что думаете? Ну, я бы, я бы вот начал бы сначала, я считаю, что, конечно, ему нужно было удержаться и вот эти десять страниц не писать. То есть проявил слабость. А дело в том, что когда ты, он, она проявляет однажды слабость, то потом следователи в эту щель внедряются и стараются ее расширить. И очень сложно. А если устоять один раз, то отстанут на самом деле. Поймут и отстанут. Но есть чем пугать, у вас же тоже есть опыт, соответственно, и с Узаней, и с Узаней. Ну, знаете, конечно, ну, конечно, взяли вот сейчас старое это дело, 15-летней давности, буквально. Я сегодня случайно по другому поводу разговаривал с его адвокатом Аграновским. И он сказал, что 4 декабря якобы дело устаревает. 15 лет будет 4 декабря. Видите, взяли, подсуетились и рекордными сроками могут даже и процесс затеять. А что нет? Ну, несопоставимо все-таки по масштабу. Здесь может быть там чуть не государственная измена или подготовка государственного переворота может инкрементироваться. Вот сейчас его запугивают тем, что отправят в Иркутскую тюрьму. Иркутская тюрьма одна из самых страшных в России. Есть еще Пятигорская на Северном Кавказе. Это очень тяжелая тюрьма. Там тяжело сидеть. Там есть случаи убийств внутри тюрьмы. И вот его, ну, любой нормальный человек, услышав слово Иркутская тюрьма, вот он начнет думать и начнет пугаться. Это тяжело. То есть за эти застолье 150 шапок меховых может пойти туда, в Иркутскую тюрьму? Ну, слушайте, за одну шапку. Ну, за одну шапку можно пойти. Законы такие. И у нас, и в Соединенных Штатах Америки. Я бы вот так не смеялся над этим. Это сейчас будет соревнование такой в скорости. То есть ясно хотят, что хотят на него надавить. Вынули старое дело, когда-то закрытое. Или даже не открывали его. Подробности не знаю. Но это способ на человека надавить. Понятно? Чтобы он действовал так, как нужно следователям. На ваших помощников и соратников тоже давили в свое время? Это аналогичная ситуация? Давайте я вам в двух словах скажу. Когда я был арестован на Алтае, то в первую ночь меня никто даже не тревожил. Мы сидели в изоляторе в Усть-Коксе, такой поселок, довольно большой поселок. Вот в этом изоляторе я диктовал двум конокрадам, таким монгольским ребятам, слова, песни о курочек. Вот, никто меня не трогал. В углу стояло мирное ведро параша, да, такой настил деревянный. Один конокрад уснул. А в это время моих товарищей числом семеро, семь человек, вывезли и допрашивали с пистолетом у виска. О, как! Потому что им были нужны показания на меня. А я вот сидел вот так, провел полночи, слушал рассказы конокрадов и сам им рассказывал, и песни вспоминал, и все прочее. Вот, вот какая ситуация, да, пистолет у виска практически всех, всех семерых. И самые, все дали, никто не дал показания. Это как раз был мой вопрос, никто не... Никто, никто. Но самые поразительные, самые наивные, но и самые выигрышные дал парень, которого, ну, совсем простой парень, печник. Да, я потом читал и восторгался. То есть он не специально, вот он такой. Выигрышные в каком смысле? Что было выигрышные? Для меня выигрышные, да, и такие как-то... Очень умным нельзя быть тоже. Не надо там придумывать, начинать это, чесать ухо через другой рукой. Надо... Говори как можно меньше, не называй фамилии, не называй ни одной фамилии вообще. Сошлись на то, что у тебя память, ты упал со стула в детстве, что-нибудь такое, ну, что угодно. Я не помню, я не знаю, или стар стал. Я вот издевался, у меня в Нижнем Новгороде где-то пару лет назад допрашивали прокуратуру, да. Я сказал, я, знаете, ничего не помню. А что, а как вы партию организовали? Я говорю, о, о, все уже мертвы, все мертвы. Ну, немного дурака валял, ну, дурку такую сыграл. Но это действует, это нормально. А вот дергаться, трястись и что-либо писать, что-либо подписывать, и не надо. Надо быть очень осторожным. Писатель, публицист, политик Эдуард Лимонов. Гость программы «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVA. У вас есть возможность задать ему вопросы в эфире сегодня. Можем отвечать и на ваши вопросы, и будем это делать. СМС 985-код соответственный, номер 9704545. Ну, и также любые интернет-возможности, сообщения появляются прямо передо мной. Давайте про Триумфальную площадь немного поговорим. Ваша заметка уже появилась, но не уверен, что все слушатели читали. Значит, ее открывают для проведения, в том числе, и массовых мероприятий. Правильно я понял, что вас лично предупредили о том, что заявителям вот этих акций 31-го числа быть не можете, в силу того, что имеете уже там, как минимум, два предупреждения. Ну, предупреждений и признанных правонарушений по 31-му числу у меня, я думаю, уже там где-то 26, или я сбился давным-давно со счета. И стоит там часть штрафа, часть этих отсидок, большая часть штрафа, конечно. Последняя встреча с господином Майоровым, начальником управления безопасности мэрии, происходила в июле всего года. И да, он говорил, что я, Савенко, он же Лимонов Эдуард Вениаминович, Косякин, Константин Юрьевич и еще ряд наших товарищей заявителей теперь лишаются права подавать уведомления. Я сказал, ну это же поражение в правах. И я стал говорить, что закон обратной силы не имеет. Закон вступил в действие только в начале июня. И каким же образом ни я, ни Константин Юрьевич, ни все другие наши заявители не совершали никаких правонарушений за этот короткий отрезок времени. Короче, после этого я подал в Конституционный суд. И вот 27 ноября, я туда поеду, в Питер, там будет рассматриваться вот это дело. Не только моя жалоба, но также жалоба КПРФ и жалоба Справедливой России. Они, правда, жаловались на другие аспекты нового закона, но тем не менее, вот, значит, 27-го будет это все рассматриваться. Посмотрим, что скажет Конституционный суд. Внутри меня такая слабая-слабая булавочного размера тлеет такая надежда, что хотя бы частично, целиком, конечно, этот закон не будет туда выблитворен, но хотя бы частично какое-то, может быть, изменение вот произойдет. Теперь, конечно же, это поражение в правах. Безусловно. Независимо от того, что скажет Конституционный суд. Это значит, таким-то и таким-то гражданам по гроб жизни нельзя подавать. Вот я с моими идеями, с моими политическими взглядами хочу проводить массовые мероприятия. И если это буду не я, а кто-то иной, то людей не вдохновит ни в коей степени, ни даже в такой, в какой я их сейчас вдохновляю, не вдохновит прийти куда-то и куда-то. Скажем, какой-нибудь просто Иванов Иван Иванович зовет их. Поэтому это имеет значение. Звать-то, может, кто угодно, это одно дело. Есть технические заявители, но вот здесь-то на каждое действие есть свое противодействие. Давайте смотреть по простому. Как сказать, сермяжная правда заключается в том, что это поражение в правах. И больше ничего. Как бы с какой бы закуской, как бы это ни сервировали на вот эту вот мерзость. Но это поражение в правах конкретно. У меня вот в моей ситуации, я поражен практически во всех правах. Например, я не могу покидать пределы России. Почему? Я никуда не стремлюсь. Нет, я сразу хочу сказать, что я не стремлюсь. Я бы вот, может быть, съездил бы на Украину, поговорил бы с украинскими русскоязычными издателями. Например, может быть, единственное, что, наверное, надо было бы сделать. Но на мне висит вот этот огромный долг и Лужкову, и судебным приставом. И поэтому, значит, меня не выпустят через Данис. Кстати говоря, закон о банкротстве могут к вам применить, если его примут, пока в первом чтении Думы его приняла? Ну вот, возможно, возможно. Надо посмотреть, как это все там расписывается. Но на самом деле, видите, я лишен права проводить массовые мероприятия. Я лишен выезда за границу. Вот уже, так сказать, я практически несвободный человек. Можно добавить еще, я уже даже, как бы, не стану там все это выкладывать. Но вот вам пример одного человека. Давайте не будем меня сравнивать, например, с Сахаровым. Но помните, Сахарова был в ссылке. Я не настаиваю на то, чтобы меня, там, доброту мою, или мою хорошесть, либо мою, там, злобность взвешивали, там, и сравнивали. Я просто сравниваю ситуацию человека, гонимого властью. И Сахаров сидел в ссылке, и тоже никуда. Вот я сижу в моей ситуации, и даже из своей квартиры не выхожу один. Я всегда выхожу в сопровождении своих товарищей, чтобы хотя бы были бы свидетели. Потому что было уже не раз. Были на меня и нападения, были на меня, были и аресты у дверей моей квартиры, когда я получил однажды 15 суток, перешагнув просто. Поэтому мы имеем вот наше великолепное государство, в котором некоторые люди фактически полностью поражены в правах. Ну, в нападениях, скажем, вы не одиноки. Многие граждане, даже не имеющие каких-то задумок... Я не делаю вид, что я одинок. В нападении с Сахаровым я вас не сравниваю, обратите внимание. Я не делаю вид, что я одинок. Я просто вам говорю. Ситуацию поняли. Сахаров был в своей области великий человек. Я в своей области тоже не последний человек, поэтому я и привожу этот пример. Что смотрите, как дерьмово наше государство относится к своим, ну, большим назовем, не будем себя называть великим, назовем себя большим людям. К 31-му вернемся. Если так произойдет, и площадь действительно откроют для массовых акций, вот 31 декабря пойдете, да? Я пойду, конечно, нет, ну это я, я даже в гробу завещаю меня туда принести, потому что это принципиально, надо этого добиваться. Вот есть конфликт, и его надо поддерживать в горячем состоянии. Если власти откроют Триумфальную площадь и вас пустят, разрешат акцию, не будет ли это для вас вот кошмарным сном? Нет, совершенно нет. Во-первых, они не разрешат акцию, как вы знаете. То есть они два с лишним года держали там яму, чтобы не разрешить моим товарищам и мне проводить там митинги. До этого они там проводили, проводили, вы правильно показали рукой, вот так вот, они там проводили мотоциклетные какие-то заезды, ралли. И это я про то, что засыпают яму сейчас. Вот они именно так делали, да-да-да. Вот, теперь они придумали закон, закон, чтобы, и теперь яму можно засыпать. Вот все, что мы видим, это, это убогая, убогая хитрость. Это не московская мэрия, конечно, там за ними стоит. Кстати, московская мэрия в свое время, Лужков склонялся к тому, чтобы разрешить эти митинги. Но господа из федерального управления государством, из правительства, я не знаю, кто там конкретно, из администрации президента сказали, да вы что. А если разрешат, предположим, ну что, я выйду, будут проводить там партийные собрания. Я не Фидель Кастров, он по 7 часов говорил, но я свои полтора-два могу говорить и очень неплохо. И это будет куда хуже, чем, так сказать, вообще молчащий Лимонов, который уводят с площади. Вы здесь уже высказывали, кстати, по поводу регистрации партии, о том, что и не будете даже подавать на регистрацию, чтобы не играть в эти игры. Это я вам говорил до съезда партии. Съезд партии, прошедшей 29 сентября всего года, партии «Другая Россия», он постановил, что мы зарегистрируем организационный комитет по регистрации партии. Вот такой комитет может существовать до года. И мы будем наблюдать за ситуацией, что происходит. Вот мы, например, уже увидели, что регистрация партии «Парнас» не привела ни к чему решительно. Она привела скорее к разочарованию партии «Парнас» и всех остальных оппозиционеров, наблюдающих за происходящим. То есть партия получила, по-моему, в Барнаульском городском совете одно место в Саратовской области, несмотря на то, что там все и Самарской, по-моему, и в той, и получила меньше процента, или проценты две десятых какой-то из этих двух областей. Поэтому на самом деле к этому бы, к регистрации партии, еще бы и возможность говорить перед огромными аудиториями. То есть нужен допуск кинофедеральные каналы, телеканалы, допуск на какой-нибудь радиомаяк там постоянный, то есть на массовые средства массовой информации. Без этого это насмешка. Уже зарегистрировали или нет? Нет, пока нет, пока нет. Ну заявку подали уже, рассматривается или пока еще взяли паузу? Вы знаете, это было желание нашего питерского отделения. Они должны этим заниматься и будут этим заниматься, и этим занимаются наверняка. Может быть, ждут окончания процесса над ними, который, вы знаете, тянется уже с октября 2010-го. Но вы лично, похоже, в будущее вот партийной легальной деятельности не особо верите. Нет, я готов всегда, я, знаете, меня трудно в этом обвинить. Мы еще в свое время запрещенная партия, Национал-Большинская партия, пять раз обращалась за федеральной регистрацией. Ну, когда тебе уже в пятый раз отказывают, и мы знаем, что на самом деле у нас документы лучшие вообще из возможных. Они лучше, чем у КПРФ, я вам клянусь. Это так, у нас есть сумасшедшие бюрократы, которые способны оформить эти документы наилучшим образом. Но, когда вам на основании просто лжи, да, вот, отказывают и говорят, вот, смотрите, у вас устав, устав это вообще ничто. Что такое устав любой политической партии? Это правило поведения, собственно говоря, внутренний документ, который вообще не должен рассматриваться. Но наша власть хитро не рассматривает программу, она на программу типа забила, я не вижу программы, говорит власть, я смотрю в другую сторону, устав. А устав, они говорят, вот у вас в таком-то пункте ответ, да, из Министерства юстиции, в таком-то пункте у вас нет ротации кадров в региональных организациях. В ответ, уже получив отказ на четыре страницы всяких дерьмовых этих самых вживых заявлений, мы пишем, как же нет, у нас есть ротация кадров, но в абзаце таком-то и в таком-то и в таком-то. Ну и что? И потом происходит суд, таких вот примеров два десятка, происходит суд, который непременно, всегда, при всех обстоятельствах принимает сторону Министерства юстиции. Если хотели что-то изменить, надо было разогнать Министерство юстиции, либо отобрать у Министерства юстиции право регистрации, передать это какому-то независимому органу, этого же не сделали. Поэтому нас ожидает в любом случае обман и рассказистый хохот, хохот вот этой властной группировки, которая сейчас зарегистрирует там 260 партий. И ходите, ребята, граждане Российской Федерации, копаетесь там, слюняпьте палец, показываете, где там что, ищите нужную вам организацию, вы еще фиг ее не найдете. Эдвард Лимонов, до перерыва один вопрос из тех, что пришли свежие. Я забыл, знаете, вместо вопроса, что хочу сказать, что некий гражданин, не помню его фамилию, уже давным-давно создал организационный комитет по регистрации партии «Другая Россия». Значит, вот теперь, это деталь такая, теперь мы должны дождаться момента, когда этот гражданин, я было запамятовал, сейчас вот мне это в голову пришло, когда этот гражданин, истечет срок, ровно год, этого подачи вот этого организационного комитета, этого гражданина, и в этот момент мы должны успеть, пока этот гражданин, собака, не подаст второй раз опять. Вот, назовите по-другому, не организационный комитет, а координационный совет, там, или не знаю, как угодно. Нет, он должен, это по закону, он требует, это называется комитет по созданию партии «Другая Россия». Окей, вопрос успею задать, Дмитрий Хемезенцев, и от других есть те же вопросы. Народ хочет знать, будете ли участвовать в мероприятии, посвященном годовщине протеста. А что, печалиться будем, либо радоваться, я не понимаю, что мероприятие, вы хотите проводить мероприятие, как эти, знаете, белка в колесе, которые крутятся, потому что колесо. Вы хотите, я хочу добиться чего-либо, добиться, можно было сменить режим наш мирным путем 10 декабря. Я это повсюду говорил и буду говорить. Но, но, но испугались, но предали, но отшатнулись. И теперь, и теперь продолжают по инерции, как, или как этот заяц-барабанщик, я не знаю, какие-то вот эти. Приходят на ум несерьезные сравнения. Вы хотите собирать людей, что отмечать? Вы хотите превратиться в КПРФ, который уже сто с лишним лет отмечает одну единственную революцию? Так у них хотя бы была революция, а у вас же ни хрена не было, что вы будете отмечать? Давайте ответим на вопрос. Отмечать предательство Немцова вы будете, да? Год назад вы вышли на эту манипсистацию. В этом году выйдете или нет? Просто да или нет до перерыва пока? Нет, я лично нет, я не выйду. Я думаю и партия. Это надо печалиться и на самом деле пить водку. Это наше поражение и никакого смысла не имеет вот эти, кроме того, чтобы удержаться во главе протеста, вот лидеры этого протеста, как я их называю, буржуазные лидеры, они постоянно вновь и вновь призывают людей прийти и отметиться. Идите отмечать. Будет время поговорить об этом. Напомню, Эдуард Лимонов и вернемся в студию через 2-3 минуты. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВА» представляют программу «Особое мнение». Я напомню, что сегодня гость «Особого мнения» на «Эхе Москвы» на телеканале «РТВА» Эдуард Лимонов. Эдуард Лимонов, не пройдем, наверное, мимо вопроса коррупции. Не знаю, как вы к ней относитесь, но одни говорят, что началась массовая борьба реальная с коррупцией. Другие говорят, что полная фигня совсем не с коррупцией, а с обычным воровством, и то не борются, потому что высокие шишки пока еще никуда не летят. У вас какое ощущение? Взялось государство за эту проблему или нет? Я тоже, как и все, наблюдаю и смотрю, делать становится все больше. Но будем глядеть, будем наблюдать, и тогда можно какой-то вывод сделать, вердикт произнести. Что я хочу сказать? Вы говорите, что это борьба с воровством, но не с коррупцией. А что такое? Вот Алексашин, вчера Сергей Алексашин сказал. Отличается очень воровство простое от коррупции? Я не знаю. Ну, вот экономистам виднее, собственно, воровство это взял и украл то, что плохо лежало. А коррупция-то для этого, значит, совершил какие-то действия, там вступил в сговор с кем-то, дал взятку, получил взятку. Ну, то, что творилось в Министерстве обороны, насколько я могу судить по сообщениям СМИ, конечно, ни в какие ворота не лезет. Какие-то гигантские деньги, значит, фактически не получило государство, поскольку, видимо, их получил кто-то другой. И все эти здания, имущество Министерства обороны достается кому-то по дешевке. Вот эти пьяные, улыбающиеся девушки Сердюкова на фотографиях. Ну, мы это все видим, наблюдаем и приходим в ужас, да, конечно. Вы верите в то, что Следственный комитет и соответствующие пресс-службы выкладывают для нас правду, только правду и всю правду? Я не доверяю нашим правоохранительным органам, безусловно. Одновременно, мне кажется, что все-таки выживаемость и правительства, и президента во многом зависит от того, что сейчас происходит. Мне кажется, что они начинают так набирать какие-то очки. Вот каждый раз, когда, вы знаете, ну, вспомним честно, ведь когда Кодарковского посадили, люди ликовали. Были неимущие, малоимущие, и люди по природе своей, ненавидящие всех, у кого что-либо есть, они ликовали, и таких было много. Уличных шествий, инфестации я не видел, но понятно, что многие поддерживали, потому что богатых вообще не любят. Когда оказалось, что это только Ходорковский, то народ забял, потому что, в общем, это не только у нас, я думаю, что это во всем мире одно и то же, у людей все-таки стремление к такому справедливому обществу. И когда нам сейчас вот предлагают цифры, да, там 1% нашего населения владеет всеми, значит, 71% национального богатства, это, конечно, чудочно. Я думаю, что в рабовладельском Риме такого не было. Наше общество очень неустойчивое, и, конечно, те люди, кто сегодня находятся у власти, и вокруг них, они же не олухи, они, у них есть хорошие советники, они понимают, что это общество неустойчивое. Вне зависимости от того, что произошло вот за последние 11 месяцев. Тут власть спасли, и власть спаслась. Но это же еще не вечер, посмотрим, что будет. Поэтому, я думаю, это компания подготовленная, мое такое мнение. И вопрос, как далеко они захотят зайти. Но мне кажется, что ради спасения вот своего кресла, своего трона, вот, трона, какое кресло, трона, они готовы отдать на съедение многих. И было бы очень поучительно, если бы вот посадили бы министра, поскольку, если он сам и не воровал, то он не мог не знать того, что происходит. То есть, до сих пор при Путине никого не сожжали. А если он не знал, а если он не знал, то это еще тоже вина, понимаете, он был обязан знать, обязан. До сих пор при Путине... Но он же хочет остаться у власти, он бешено хотел переизбраться, он переизбрался, видимо, ему кажется, что он честно переизбрался, я думаю, такое заблуждение присутствует в нем. Он прослезился, когда его избрали, и он рвался к этому, ему хочется, наверное, остаться, ему не хочется, чтобы его выгнали, нет. Поэтому, я думаю, он уступит ряд больших шахматных фигур на этой доске спокойно, без проблем. — Слушатели напоминают еще об одном сюжете, было бы, на самом деле, мне любопытно, думаю, слушателям узнать вашу позицию по так называемому списку Магнитского, и то, что вокруг этого, учитывая вашу, в кавычках, любовь к Соединенным Штатам Америки. — Я не отношусь к Соединенным Штатам без всяких предубеждений, у меня нет ни любви, ни ненависти. — Возможно ли в международных делах, в отношениях между государствами, вот такая форма, как... — Давайте я коротко, значит, что мы имеем, мы имеем тут три игрока, условно говоря, игрока на этой, по списку Магнитского, мы имеем два игрока от России и один от Соединенных Штатов. — Кто от России, значит, инициаторы? Инициаторы. Насколько я помню, это бывший вице-премьер правительства Ельцина Борис Немцов, это бывший премьер правительства Путина Михаил Касьянов, и это бывший чемпион мира, видный оппозиционер Гарри Кимович Каспаров. — Вот что мы имеем. Значит, они с целью, преследуя цели борьбы с группировкой Путина, политической борьбы, предложили американскому, значит, ну, правящему классу, назовем так, то есть, поскольку там и Конгрессы, и Сенаты, и президент Обама, предложили такую рокировку, то есть, обменять давно устаревший и дискриминирующий больше всего американских бизнесменов этот закон Джексона, поправку Джексона Деника на список Магнитского, который, список будет, ну, вы знаете, рассчитан на то, чтобы дискриминировать и не пускать российских чиновников, замешанных в деле Магнитского на территории Соединенных Штатов. — Если не ошибаюсь, не только российских, но да, в общем, дискриминация права человека. — Третий партнер — это Соединенные Штаты, которым предлагается, вот, инициаторами предлагается, вот, значит, совершить все это. Значит, Соединенные Штаты сделали первый шаг в этом направлении, как мы знаем. Теперь, значит, посмотрим на моральный статус всех этих людей. Ну, я начну с наиболее безболезненного для оппозиции, то есть, начнем с власти. Ну, власти надо было бы сказать, а, типа, ну, в гробу мы видели вашу Америку, она нам совершенно ваша вшивая страна не нужна. Не подумаешь, напугали, да сидите вы там сами у себя, у вас никаких исторических, древних, архитектурных памятников нет, культуры у вас никакой, да и останетесь сами с собой. Вот был бы хороший ответ. — Ну, примерно так и говорили в какой-то момент. Ну, ну вот, а и обижаться тут и говорить, вы нас не пускаете, слушайте, ну, это их дом, кого хотят, того пускают. Вот меня не пускают во многие места, а я же не буду говорить, что, знаете, какое вы имеете право. Если вдруг однажды Эхо Москвы меня перестанет приглашать, я же не буду кричать, как, как это так, я понимаю, есть хозяин, есть радио, есть коллектив, не захотят, значит, не будут. Теперь, значит, позиция инициаторов тоже не очень удобная, не очень ловкая, потому что, как бы там ни было, мы же не Ленин, или там не Маркс, который говорил, что у пролетариата нет родины, да, он говорил, у нас родина все-таки есть. И получается, хотя это и направлено против чиновников, но престиж как-то там страны как-то страдает, к тому же идиотское поведение властей наших. В общем, в этой истории, а американцы тоже, видимо, не удерживаются от соблазна пнуть под столом таким образом Россию. Очень жаль в этой истории, больше всех, конечно, печально жаль самого Магнитского, который погиб действительно по недосмотру медиков и погиб в тюрьме. Вот моя ситуация. Но мне кажется, что все три партнера, вот эти три, выглядят очень, ну, очень плоховато, не так. Ну, не надо бы, не надо бы идти к Осьянову, строя свою карьеру, я ему симпатизирую, поэтому я так говорю. Ну, Немцов человек отпетый, ему все равно. Ну, это не нравится, если бы были завтра бы выборы, вот достаточно пустить это везде, да, там, на телевидении все об этом говорить громко, народу говорить. Ну, и все скажут, ну, все-таки мы же, у пролетариата родины нет, но у нас родина есть, ну, не надо так. Аргументация понятна, и в целом, насколько я понимаю, хоть вы этого и не сказали, в целом вы против вот этой поправки? Я бы так не сделал, вот давайте скажем так, я бы так ни в коем случае не сделал. Тяжело, но надо полагаться на свои силы. А призывать интервентов, не, у нас было в истории это все. Эдуард Лимонов был в программе «Особое мнение». Спасибо, что пришли, отвечали на наши вопросы. Всем счастливо. Спасибо всем.